В день празднования Собора Уфимских Святых Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил чин Великого Освящения Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Уфе и возглавил Божественную Литургию в Новоосвященном Храме. Прямая трансляция богослужения шла на телеканале «Союз» с подробностями события Эльвира Гордеева. Последнее пасхальное воскресенье для православных Уфы стало особым торжеством. Для совершения чина Великого Освящения Рождественского Храма в столицу Башкортостана приехал патриарх Кирилл. Приезда предстоятеля Русской Церкви на прилегающих улицах ожидали тысячи верующих. Благословляя паству, святейший проследовал в храм, где у входа его встречали хлебом с солью. Возведение комплекса Рождества Богородицы в столице Башкирии началось в 1903 году на средство уфимского мецената-купца Никифора Потокина. Затем его осветили, и он оставался действующим до 1934 года. Тогда храм закрыли и, снеся купольную часть, устроили в нем кинотеатр. Лишь спустя без малого 60 лет, в августе 1991 года, после возвращения церкви уфимской епархии, началось ее восстановление. Была построена часовня, установлены новые купола, колокола, современная система освещения и звукообеспечения, расписаны стены. К долгожданному приезду патриарха рождественский храм воссиял во всем своем благолепии. Патриаршее богослужение с чином великого освящения храма Рождества Богородицы в Уфе транслировалось башкирским спутниковым телевидением и в прямом эфире нашего телеканала. Святейший Владыка вознес молитвы о мире на Украине, о Богом, спасаемом Отечестве нашим и всех потрудившихся на восстановлении Дома Божьего. Даруй же нам единомыслие и мир, сотворшим же здание сие и храм освящения, полюбив тебе Богу тщательно, оставление согрешений подать. Храм не вместил всех пришедших на богослужение. Значительное их количество, несмотря на дождь, молились на улице. По завершении литургии в новоосвященном Доме Божьем Святейшего Владыку приветствовал митрополит Уфимский и стерлитамагский Никон. Вашего визита, который исторически является, потому что нога Святейшего Патриарха никогда не ступала на землю Башкортостана и на башкортостанскую митрополию со времен ее создания в 1799 году. Мы с нетерпением и любовью ожидали вашего первосвятительского визита, потому что его ждали не только наши православные верующие, но и все жители нашей республики. На молитвенную память о посещении митрополии владыка Никон преподнес его святейшеству икону всех уфимских святых. Затем патриарх Кирилл обратился к молящимся с первосвятительским словом, посвятив его толкованию притчи из Евангелия от Иоанна о слепом, которому Спаситель вернул зрение. Слепой в этом повествовании евангельском представляется как символ человека погибшего, погибающего. Он не видит света, он не различает предметов, он не видит дороги. Ему легко заблудиться, сбиться с пути. Ему нужен поводырь, ему нужен свет. И в этом смысле образ слепого – это образ рода человеческого. Мы все можем быть слепыми, имея прекрасное физическое зрение. Если в нашей жизни нету божественного света, нам очень легко сбиться с пути. А Господь говорит, я – свет миру. И точка. И никаких доказательств. Он не нуждается в доказательстве, потому что он только что исцелил слепорожденного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...